Всем привет, друзья! Среда, полдвенадцатого уже. На улице опять у нас похолодало. Сейчас минус 23 градуса. С канализации у нас приехали откачивать. Говорит, вообще дубак все примерзает, все шланги все примерзает. Говорит, у вас по графику уж откачаю, а там, говорит, даже не поеду на вызовы. Уже, говорит, прям невозможно. Машина отказывается работать. Так что вот так. А мы сейчас на обед сготовили тушеную капусту. Фаде сейчас нам ее попробует. Как она на соль скажет. О, горячая ешь. Капусту сделали свежая, плюс немножко квашеная для кислинки положила и фарш. Вкусненький, да? Потом остатки фарша еще я на котлеты накатала. Всем по котлетке сделала, чтобы было. Ну, в общем, вот так вот приготовили обед. Что-то у меня тут они хлопья накидали сегодня. Эти сухие. Забачатки, как хорошо. Дружно сегодня спят. Они обычно грызутся. Одна другую не пускают. А тут еще черненький хвостик и беленький хвостик. В обнимку спят, видать, замерзли. Потому что я похолодала на улице и сразу в доме. Так, видите, я тоже куфту одела. Что-то потому, что у меня еще и сегодня шея не хочет двигаться. Воспалилась мышца под лопаткой, под левой. Видимо, продуло. Где-то, не знаю, где меня продувает. Ой, еще вот так вот. Когда только эти холода, вот так надоело это все уже. Что такое мороз? Мороз даже, я говорю, не покататься с горки ребенку не пойти. Непонятно. Еще и там сегодня солнечно. Так-то, видите, какое небо-то голубое. Вот. Но холодно. Поэтому хоть ветра нет, это, слава богу. А то бы еще ветром сдувалось себе. Так вообще в школу можно было не ходить. Ну, конечно, ветер-то. Так что, вот такие дела. Что еще нового? Не знаю даже. Матвей в школе с самого утра ушел. Он до сих пор. Нет, ну, сегодня у них полный день, видимо, учебный. В математике, правда, так я поняла, что и не будет, но все равно он сегодня долго там будет. Вот. А Ефим? Ой, что он у нас? Он у нас учудил. Он вчера, короче, у них физкультура последняя была. А он, видать, первый день они учились, да все. И растерялся, что-то забыл, как он действует. А он, видимо, у них был перед физкультурой окружающей, и они домашние задания по всем урокам записали. И вот у него, видимо, поторопился на физру, убежал, подумал, что потом соберет учебники и дневники со стола и уйдет домой. Как, ну, говорит, многие ребята у нас так делают, что оставляют на парт, а потом после физры приходят, все собирают и уходят. Вот. А он что-то, видимо, то, что первый день забыл, что надо учебники все эти собрать. И не положил. И, видимо, на парте так и остались, а он схватил рюкзак и домой побежал. Вот. Да, говорит, друг меня еще торопил. Ну, короче говоря, все оставил, видимо, на парте. Надеюсь, что учительница собрала. Ну, есть все. Есть же там фильм. Короче говоря, вот так. Так что у него дневник и учебник по окружающему с рабочей тетрадью потерялись. Ну, я говорю, я надеюсь, что это все было действительно на парте. И он, учительница нашла, отдаст ему. Не стали уж ее даже беспокоить. Сейчас, я говорю, придешь в школу, спросишь сам, чтобы ее не отвлекать. Она сейчас первую смену ведет. Как бы вот так. Маша, растеряешь вопрос. А расплакался? Дневник, главное там, ведь все. Я тоже забывал. Ну, это тоже бывало, забывал. Ну, ладно, вот учителя если соберут, а если кто-то из ребятишек закинет куда-то, то это будет сложнее найти уже. Тоже же бывают всякие хулиганы. Берут, закидывают. Я помню, Матвея тогда что-то, да, тоже спрятали куда-то учебник. Не помню, даже нашли его, не нашли. Я же на информацию где-то очки положил, уже в компьютер-то не вижу ничего. Ушел, посмотри, когда развод, это за мной, это же я забыл. Ну, ладно, никто не знает. А автоматик опять-то закрывает? Ну, ну, ну. Понятно, там же в компьютере как не закрывать. Ну, ладно, будем надеяться все обойдется, найдется его и дневник, и учебник, и все нормально будет. А он хотел домашнее делать, сегодня сел по окружающим делать, а у него нет. Так что домашнее только Фадей сделал сегодня. Но все сделал, чтобы мы вечером не делали, и литературу сделал, геометрию сделал, и русский сделал, все сделал, делал. Я говорю, сейчас уже устал, и в школу идти надо, да? Все равно, наверное, проще, чем вечером потом делать после школы, когда в 7 приходишь, до уроки еще делать надо, да? Все равно проще, как ты думаешь? Все равно их проще утром. Ну, вот. А, интернет у нас, не знаю, так и лагает, непонятно, что творится с ним. Что вчера мастер был, что не был, все одно. Все равно так же. Пропадает, ребятишки жалуются, в общем, что играть невозможно, перерывается все время. Ну, Алеша говорит, я не чувствую, я монтирую, заливаю ролики, я, говорит, это не чувствую, что есть такие кратковременные потери интернета, ну и, короче, не знаю, но вообще-то надо что-то решать, то ли другой роутер все-таки ставить, или что. Не знаю. Такие дела. Ну, ладно, все, пока больше новостей-то и нет. Сейчас будем ждать. Алешу на обед уже, Эфима повезет в школу уже. Такие дела. Так, ну что, у нас уже 5 часов, мы сейчас за Эфимом съездили, привезли ему, я ему вот такую вкусняшку купила, он тут режет ее, ест. Сейчас хочу вермишельку отварить, котлеты, потому что у нас еще есть, так что ничего особо не буду, вермишельку сварю на гарнир. Капуста тоже еще есть, так что кто-то с капустой будет есть, кто-то с вермишелькой, кто-то захочет. Не все ребятишки Эфима не естут, ни в какую капусту, так сейчас закусит. Ну, я знаю, как ты ешь, мяско выберешь и все, капусту ешь. Ну ладно, давай не об этом. Разговор. Что еще там? А, Матвей, поехали у нас на стрельбу с дедом сейчас. Холодище вообще, я говорю, прям ужасное. Сейчас вот ходили, пока Эфиму ее ждали, так прям перемерзли все. Ходила потом в магазин за молоком. Не знаю, Алеша говорит, завтра еще хуже будет, 35 опять обещают. Ну, по области, может, до нас-то не дойдет. Ой, вот такие дела. Что еще? Я работала после обеда, сейчас опять поэтому ничего не снимала. Тоже отопление туда на класс переключали. В итоге дома похолодало, сидим в кофтах. Что еще, что еще? Да и все. Такие, вообще сегодня какой-то день такой. А, Фима нашел свои учебники, да? У Фимы, учительница, видимо, положила вчера их ему в шкафчик. У них же есть именные шкафчики в классе. Там стаканчик у него для воды стоит. Вот, он говорит, сегодня туда пошел посмотреть, там, в общем, и дневник лежит, и учебник. Я бы хотела водой попить. А про учебники и не вспомнил пришел. По шкафам? По шкафам. Ну, где по теплашке. Так надо было сходить к учительнице и спросить, она бы тебе сказала. Ну, что она занята сильно была. так надо подходить сразу, что ты стесняешься. Вот, что еще? Сейчас буду лапшу варить, шебекинскую опять. Мне кто-то написал, что это из Шебекина, а посмотрела сейчас. А, к сожалению, нет. К сожалению, сейчас не только из Шебекина везут у нас. Вот, в данном случае смотрю маркировку из Тулы, Тульская область нам везет. То есть, шебекинская марка сейчас не только оказывается в Шебекина производится. Такие дела. Что я тут новенького выяснила? Ай. Ну, ладно, что тогда? Все, поехали они стрелять. Сейчас пять часов, считай. Приеду часов уже в восемь. И Фадий, наверное, придет в это же время около восьми. Сегодня у нее уже по полной учатся в программе, так сказать, без сокращенных уроков и много уроков. в общем. Ой, камера. У меня встал это, стоит, на чем камера прикручена. Ломаться стало. Видите, сейчас нога отпала. Чук-чук. Она обратно-правно вставляется. Мы уже разболтались вот эти шарики. Это называется, у меня эта подставка паучок называется, да? Паучок, по-моему, да, и она уже вот, суставчики все у нее разболтались и начинает выпадать. Опасно. Так может камера упасть откуда-нибудь сверху, потому что стоит-то она наверху на холодильнике в шкафу там. Вот такие дела. Ну ладно, вода кипит, пошла запускать лапшичку, а то Фина ждет, кушать будем дальше, да? Так, друзья, смотрите, Матвей привез сейчас со секции передали тому тренеру. Это его за Лопаевской. Первое место его. Медальку дали. Ой, я вся. Подожди. А, к трем теперь. Ой, не могу, нос выкручивает просто. Канализацию сейчас прочищала. Ванной не стала уходить вода. Главное, так трогаю, ничего там не застряло, нету. Уже туда этот самый провод запустила. И главное, на большую длину уходит и все равно уже подумала, что перемерзла у нас канализация вообще уличная и все, думаю, ну все, хана. Ну, кое-как, кое-как с кухни полезла, тоже запустила этот ёршик, потом снова с ванной в общем пробила кое-как. Ой. Ну, ладно. Дед приехали, все, буду я их сейчас кормить с вами, прощаюсь. Что такое? Завыворачивала у меня аллергия какая-то на это, на чистку канализации. Ой. Это кто такой сидит, это кто такой сидит, кто за маленький болерон, кто за маленький болерон с длинными носками. Да, помашил ручкой, пока-пока, скажи пока, всем пока. А где слова? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Матвейка приехал со стрельбы и уже девятый час он пошел на хоккей. Говорит, приду в десять часов. Не хочет, чтобы я его снял. послушать приходится. Одну песню сыграл для вас и все говорит, больше не буду. Ой, кидры. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Нет, это я думала. Без камер. Без камер, ладно. Ну все, друзья, на этом с вами мы прощаемся. Всем пока-пока. До сих пор.